В четверг днём на автомобильной эстакаде около станции Красная Речка попала в ДТП боевая машина зенитно-ракетного комплекса ОСА АКМ, которая прибыла в Хабаровск железной дорогой. ЧП произошло во время перегона комплекса к месту дислокации. Погрузочно-разгрузочная площадка, на которую с железнодорожной платформы съехала машина, находится всего в полукилометре от места аварии. Где должны были оказаться четыре плавающие машины, военные уточнять не стали. Три из них сразу двинулись дальше. Сказали, что пока направлялись в село Князеволконское. Попавший в неприятную историю экипаж ехал в короткой колонне первым. Машину вел 21-летний механик-водитель. По словам военнослужащих, это была не ошибка, а небольшой подвиг. Выезжая на эстакаду, мехвод увидел, что на него мчится иномарка. На встречной полосе она оказалась во время обгона, и ее шофер явно не ожидал, что с примыкающего уса развязки выйдет такой шестиколесный монстр. Арбийский шофер принял решение свернуть с дороги, чтобы спасти жизнь мчащихся навстречу людей. Видите, вот едут на встречку. Она бы ее размазала просто и все. И вот водитель начал ходить сюда по тормозам. И вот ограждение. Так как она тяжелая получается, она весит больше 10 тонн. И вот она ограждение снесла. Героическая версия военных имеет право на жизнь. Однако полицейские выслушали ее с некоторой долей недоверия. Им казалось, что причиной сползания плавающей машины по склону стала либо неисправность рулевого управления, либо неумелые действия. Ничего взрывоопасного на боевой единице в момент ЧП не было. Транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами на машине отсутствовали. Их на такое шасси помещается 6 штук. ЗРК ОСА АКМ является комплексом ближнего действия. Он рассчитан на поражение низколетящих самолетов и вертолетов на дальности от 1,5 до 10 километров. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Кошелева и Павел Рогатин.